Всем привет! Меня зовут Настя, я учусь в Бауманке. Соответственно, когда я училась в школе, я очень увлекалась всякими олимпиадными движухами. Чаще всего это были экспериментальные вещи, то есть прям связанные непосредственно с наукой, непосредственно с исследованиями. Ну и меня, в принципе, по той же стезе и понесло. То есть это все экспериментальная физика и, ну, соответственно, обязательно нужно учить теорию, чтобы подтвердить экспериментальный результат. Сегодня попросили рассказать о том, что мне интересно в науке. Соответственно, мое любимое направление, все, что вот меня дико интересует физики, это квантовая теория и, соответственно, нанотехнологии, потому что они очень друг другом взаимосвязаны. И сегодня расскажу как. И очень важный, мне кажется, для нас, для всех вопрос. Один из самых интересных, которые сегодня освещу, это как раз как работает квантовый компьютер. Все про него, наверное, слышали. Вот. Расскажу. Соответственно, вообще, начнем с того, чем у нас отличается квантовая физика от классической физики. В классической физике работают всем нам известные обычные ньютоновские законы, то есть самая обычная механика. Мы с вами можем понять, как двигаются планеты, мы можем с вами определить взаимодействие между нами и Землей, между нами и другими объектами. Вот. И все вроде как легко. А когда мы переходим в квантовую физику, все становится немножко сложнее. Что происходит? В микромире у нас с вами работают совсем другие законы, не такие, как здесь. Это происходит по многим причинам, о которых я расскажу чуть-чуть попозже. Но в квантовой физике оперируют несколькими понятиями. Первое – это вероятность. Если в обычной классической механике вы можете сказать точно, я вижу эту машину, она движется с такой скоростью и едет по такой траектории. В квантовой физике и в квантовой механике вы можете сказать, ну я почти уверен, что это машина, но я почти уверен, что она едет с такой скоростью примерно где-то там. Вот. У нас ничего не бывает там точно, у нас всегда есть что-то с определенной вероятностью. Это сейчас нужно принять на веру и понять. Вообще квантовая физика – это такая вещь, которую все примерно понимают, как работает, доказать пока еще никто этого ничего не может, но зато примерно законы, которыми ее описывают, подходят под теорию. То есть, грубо говоря, мы примерно знаем, как это объяснить, и вроде бы оно работает, но это все не точно. Это в двух словах о квантовой механике и о квантовой физике. То есть у нас с вами нет понятия точность, у нас с вами есть понятие вероятность. С какой-то определенной вероятностью то или иное происходит. И еще у нас есть понятие суперпозиции. Что это такое? Допустим, что в данный момент я могу находиться в этом месте. Могу находиться вот в этом месте. Соответственно, могу находиться здесь. Если наложить друг на друга все эти состояния, это будет принцип суперпозиции. Одновременно по принципу суперпозиции я могу быть и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. То есть, суммарно везде. Этот принцип тоже мы сейчас запомним, и надо будет его потом применить, особенно к квантовым компьютерам. Пока что запомнили. Принцип суперпозиции и понятие вероятности. Это модель ядра, атома. И в принципе атома, которую вы изучали в школе, у нас с вами есть атомное ядрышко, вокруг него летают электрончики. Это пока что все, что нам известно. Это, если мы посмотрим на нее с точки зрения классической механики. То есть эту модель атома ядра открыли тогда, когда квантовой физики еще в принципе особо не существовало. И тогда появилось это понятие ядро и электроны. Но на самом деле, как это все выглядит, как-то примерно вот так. То есть где-то там у вас есть ядро, а это суперпозиция всех состояний электронов, которые есть в данный момент здесь. То есть они могут находиться в любом месте, а если они могут находиться в любом месте, они находятся везде одновременно. Это очень важный столб такой квантовой механики. Мы его запомнили с вами, принцип суперпозиции. Вот. Это фотка, полученная атомом. Соответственно, третий очень важный столб в квантовой механике стоит в том, что если вы пытаетесь измерить какое-либо состояние, вы меняете это самое состояние. Сейчас расскажу одну довольно-таки попсовую историю про Кота Шрёдингера. Кто-нибудь слышал из вас эту историю про этот эксперимент? Отлично. Шикарно. Тогда, если что, вы можете меня дополнять, можете просто порадоваться тому, как хорошо расскажу. Соответственно, в чем заключается вся суть экспериментов Кота Шрёдингера? Сразу скажу, что он мысленный. Кот не пострадал. И никогда, надеюсь, не пострадай. И что никто из вас не задумает такую адскую машину. У нас с вами есть коробка. Коробка, которая изолирована полностью от внешнего мира. Мы в нее ставим маленькую коробочку с счетчиком Гейгера. Счетчик Гейгера — это та штука, которая измеряет радиацию, уровень радиации в данный момент. Мы в эту коробочку берем и кладем какой-нибудь элемент. И знаем, что в течение часа он может распасться. Он может выпустить один атом. Соответственно, если в процессе полураспада выпадет этот атом в течение часа, сработает счетчик Гейгера на повышение радиации. И наша вот эта вот машинка возьмет и разобьет колбочку с отравляющим веществом. В этой же самой коробке сидит котик. Вот. И этот котик там сидит. Мы закрываем коробку и ждем час. Соответственно, после этого часа мы с вами что можем сказать? Ну, если там что-то распалось, котик погиб. Если ничего не распалось, ура, котик жив. Но как мы можем проверить? Вот он прошел этот час. И что мы можем сделать? Мы можем открыть коробку, да? И он будет либо жив, либо мертв. Но кто даст нам вероятность того, что вот когда мы открываем коробку, мы не меняем квантовое состояние? Давайте сейчас попробую объяснить попроще. В момент, когда я не открываю коробку, он 50 на 50 и жив и мертв. Да? То есть он одновременно находится в двух состояниях. У него суперпозиция состояния живого и суперпозиция состояния не совсем живого. Соответственно, если я открываю коробку, ну, во-первых, распад мог произойти в ту секунду, как я ее открыла. То есть не факт, что за секунду до того, как я его открыла, он был либо жив, либо мертв. Состояние могло измениться в ту секунду, когда я начала наблюдение. И, в принципе, в любую секунду до этого. То есть я никогда не смогу сказать точно, в какой момент он умер. Объясняется это двумя теориями. Первая теория, ну, вот объясняется, что именно, то, что измерением мы меняем состояние. Есть две теории. Это копенгагенская интерпретация и многомировая интерпретация. Соответственно, что гласит копенгагенская интерпретация? Вот у вас есть в жизни куча-куча состояний, суперпозиции этих состояний. Соответственно, если вы пытаетесь измерить что-либо, вы берете из всех этих вероятностей и делаете выбор на одну. То есть в данный момент в конкретной вы измерили эту вещь и из всех вариантов состояния она оказалась в конкретном каком-то одном. Это значит, что все остальные состояния просто исчезли. То есть мы с вами, как бы говоря, сделали выбор. Когда пытались измерить, мы выбрали что-то одно, измерили, и все остальные состояния больше невозможны. Возможно только одно существующее. Это копенгагенская. То есть что у нас происходит коллапс, и все остальные состояния умирают, а одно остается. Но есть еще многомировая интерпретация. Она, как мне кажется, наиболее интересна. И, в принципе, сейчас еще многие физики ее придерживаются. Кто-нибудь посмотрел Рико и Морти? Во. Там в чем основная суть? В том, что у нас существует бесконечное количество реальностей и, соответственно, бесконечное количество вероятностей того, что происходит. Многомировая интерпретация как раз то и значит. В одной реальности я открыла эту коробку с котом Шрёдингера, и он жив. В другой реальности я открыла коробку, и он мертв. В третьей реальности я подсматривала каждые пять минут, и он был жив или мертв. Соответственно, есть миллион, миллиардов, много-много-много, сто пятьсот вероятностей. Соответственно, в каждой из вселенных происходят свои вещи. Есть такая интересная штука, как квантовое бессмертие или квантовый суицид. Что это значит? Представьте, что в коробке сидит не кот, а в коробке сидите, ну, давайте не будем говорить вы, будем говорить какое-то третье лицо, некий он или она. И, соответственно, пытается там застрелиться. Соответственно, он подставляет пистолет к своей главе и стреляет. В одной реальности он умер. Соответственно, в другой реальности произошла осечка, и он остался жив. Соответственно, в той реальности, в которой он уже мертв, он уже мертв, мы больше не будем ее рассматривать, но есть та реальность, в которой он выжил. У него один раз произошла осечка. Он такой, походу, я счастливчик. Выстрелю еще раз. И еще одной реальности он умер, в другой, в третьей реальности он все еще жив. Получается, он такой, походу, у меня вообще прям удача прокачана на миллион. Он берет еще раз, стреляет себе в голову. Третий раз, третий раз происходит осечка при попытке суицида. Это как бы очень интересно. Есть одна реальность, в которой он снова умер, а есть еще существует обязательно реальность, в которой он все еще жив. Вы можете повторять эти итерации бесконечное число раз. Получается, что вы, по сути, бессмертны. Точнее, вы так думаете. Остальные копии вас в других вселенных давно так не думают. Особенно тот первый, который в самый первый раз ему не повезло. А у вас бесконечное число удач. То есть вы сейчас можете быть бесконечной версией себя, которая везет, везет, везет во всем. И то, что вы живете, учитесь, и вообще все у вас очень хорошо, это значит, что вы очень-очень счастливая версия себя, которой повезло родиться, и вообще земля еще живет. Но не суть, это что-то в грустное немножечко поверло. В общем, многомировая интерпретация о том, что существует бесконечное число реальностей, и все они равновероятны. Запомнили? Вот, это третий принцип квантовой механики. Соответственно, перейдем теперь к квантовому компьютеру. Мы практически готовы его понять. Для того, чтобы понять, как работает квантовый компьютер, давайте разберемся с тем, что такое классический обычный компьютер. В обычном компьютере у вас есть понятие бит. Бит кодирует информацию. И как это происходит? Как бы не могли же люди просто так взять и сказать, у нас будет бит, как-то мы его там засунем в коробку, и у нас все будет работать. Нет, компьютер работает на транзисторах. Что это значит? Что у вас есть какой-то элемент. Если по нему течет ток, у вас компьютер воспринимает ее за единицу. Если тока нет в этой конкретной части компьютера, это ноль. Соответственно, ток есть – это единица, тока нет – это ноль. Если мы с вами имеем единицу и ноль, у нас один транзистор может быть либо с током, либо без током. Соответственно, либо не один, либо ноль. У него два состояния в разный момент времени. Я включу ток – будет единица. Выключу ток – будет ноль. Если я хочу закодировать кучу операций, я должна включать по очереди, выключать транзисторы. Взять два транзистора, выключать оба, включать один, выключать второй, выключать первый, включать второй и включать оба. Это очень много действий происходит. А вы видите сейчас, в принципе, что у нас и ноутбуки, и телефоны, они все очень-очень маленькие. Представьте, сколько операций в микросекунду они выполняют. И представьте, сколько для этого нужно транзисторов. Это явно не четыре операции, это явно не два транзистора, которые в разное время включены или выключены. То есть у вас уже просто супер-пупер куча-куча-куча транзисторов, очень много, и они умещаются в такие маленькие вещи. Но людям мало вычислительных мощностей, и они такие, нам мало единицы нуля. В квантовых компьютерах нет понятия бит. Там есть понятие кубит. Это такая квантовая частица, которая находится с определенной вероятностью во всех состояниях. То есть она находится в суперпозиции всех состояний, которые могут быть. То есть бит это либо ноль, либо единица, а кубит это все состояния сразу. От нуля до одного, просто с разной вероятностью. То есть они существуют все вместе, сразу. То есть у нас, если вы хотите получить даже не два состояния, здесь бесконечное количество состояний в одном кубите, от нуля до единицы. Четыре состояния вы можете получить с помощью тех же самых двух кубитов, но в любой момент времени. То есть если в транзисторах вы берете и включаете, выключаете, у вас есть четыре варианта. Я включаю оба, выключаю оба и тому подобное. Кубиты сразу имеют в себе все эти состояния. Соответственно, если вы увеличите количество транзисторов, вы можете взять намного меньшее количество кубитов. Если вам нужно закодировать, там уже, допустим, не две, а три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять операций, вам понадобится намного меньшее количество кубитов. И они выполняют параллельные вычисления. То есть если транзистор вам нужно по очереди включать и выключать, то кубиты делают это все сами, одновременно и параллельно. В этом, собственно, вся прелесть кубитов. То есть они могут сразу перебирать абсолютно все возможности, которые есть в этих самых вычислениях. Типа если вы берете и подбираете пин-код от карты, сидите и делаете это. На транзисторах, на компе вы можете делать это в течение тысячи лет. Просто обычный пин-код от банковской карты. Квантливый компьютер может делать это за 18 секунд. То есть сравните несколько тысяч лет с помощью компа и 18 секунд с помощью обычных кубитов. Все бы ничего, да, круто звучит очень, но пока что не совсем работает. В чем проблема? Проблема в декогеренции. Что это значит? Сейчас по-русски объясню. У нас с вами квантовое состояние существует только тогда, когда им никто не мешает. Помните, мы говорили, что если мы подсмотрим, квантовое состояние изменится. Если мы посмотрим, мы увидим один какой-то вариант развития событий. Какую-то одну итоговую фичу. А нам нужно, чтобы они были все вместе. То есть нам эти вещи нельзя трогать. Если у вас есть один вот этот кубит, чтобы он выдавал все сразу вероятности, вы не должны никак вмешиваться в его жизнь. Совершенно никак. То есть вообще по нуля. Как этого можно достичь? Ученые сейчас пытаются придумать до конца. Вообще есть уже, ну IBM сказала, что у них есть квантливый компьютер с 52 кубитами. Как это сделать? Нужно, во-первых, чтобы все эти кубиты были друг с другом связаны, но друг другу не мешали. И при этом ничего из внешнего мира тоже им не мешало. Народ пытается охлаждать их до нуля градусов. Почему? Потому что они тогда, в принципе, не особо инертные. То есть они друг с другом не взаимодействуют и не пытаются взаимодействовать с внешним миром. То есть охлаждают их, охлаждают все остальное. И они не пытаются ввязаться в конфликты со всеми остальными. Вот. Ясно, понятно? Большой. Теперь, соответственно, мы поговорили о том, что такое квантовый компьютер, как он работает. Теперь вообще, как это все связано с наночастицами, причем они здесь вообще. Ну, как вы заметили, весь наш мир, он, в принципе, пытается стать меньше. Ваши телефоны, ваши компы, и все-все-все-все-все-все, оно уменьшается. Вот. Нам нужно, чтобы на тех же самых площадях были очень большие мощности вычислительные. То есть мы хотим быстрее считать, мы хотим быстрее думать, мы хотим быстрее покупать. Все-все-все быстрее. Потому что, ну, нам лениво думать сами, но нужно, чтобы машинки все это делали за нас. И мы переходим к микромиру, к нанотехнологиям. Вообще, что называется микромиром, это все, что меньше 10 в минус 7 метра. Вообще, о том, что такое, в принципе, наноразмер, что такое 1 нанометр. Это 1 миллиардная часть метра. Вот представим себе радиус мячика футбольного. У него диаметр где-то 30 сантиметров, радиус где-то 15. Ну, возьмем примерно 10. Ну, как всегда это происходит. У нас мячик. Он также относится вот к размерам нашей планеты. Точнее так, наша планета также относится к размерам футбольного мяча. Как размер футбольного мяча относится к маленькой такой молекулке фуллерена. То есть очень-очень-очень большая разница. Вам нужно в миллиард раз уменьшиться, чтобы достичь вот этих размеров микромира. Это нано. Все всем видно даже. Представьте себе разницу. Футбольный мячик и размеры нашей планеты. Также у нас относится вот эта молекула с размером футбольного мячика. В чем прелесть нанотехнологии? Почему мы пытаемся уйти в наномер? Ну, во-первых, у нас растет отношение площади поверхности к объему. То есть у вас площадь поверхности все еще большая, а объем уже уменьшается. Ну, с тем сравнением, давайте померим объем шкафчика и его площадь поверхности. Соответственно, и померим площадь поверхности фуллерена и его объемчик. Они, естественно, будут совершенно разными. Растет отношение площади поверхности к объему второе. У нас с вами появляются квантовые эффекты на этом уровне. Соответственно, мы переходим в маленькую физику, в квантовую физику, в физику частиц, она по-другому называется. У нас там возникают всякие разные штуки, которые могут совершенно менять свойства всяких атомов и молекул. Вот совершенно, напрочь. И, соответственно, третье, они практически не разрушаются. Если у вас есть кристалл, он состоит из многих более мелких кристаллов. А если вы берете сразу одну родоначальницу кристалла, она не сломается сама от себя. То есть как бы ей не от чего отламываться, она просто выросла и все. То есть первое, у нас растет отношение поверхности энергии к объему второе, это появляются квантовые эффекты, которые очень классно смотрятся. И третье, у нас не разрушаются вот эти единичные кристаллики. Познакомимся с двумя самыми важными представителями наномира. Это графен и нанотрубки. Ну, нанотрубка, как вы можете посмотреть, это свернутый графен. Что это такое? Это углерод. Здесь вот видите шестиугольнички, и у них в узелках стоят атомы углерода. Что это такое? Это первый в мире двумерный материал. Что значит двумерный? Считается, что у него нет толщины. Ну, как бы она по сути есть, но она настолько маленькая, что говорят, что ее в принципе нет. Это очень хороший проводник. То есть он моментально проводит электричество, при этом не содержит в себе тепло. То есть он может передавать тепло, как, не могу назвать точное количество транзисторов, но, в общем, он намного эффективнее и намного быстрее. Вот, потому что они очень плотно друг с другом связаны, у них нет разрывности друг между другом, нет никаких дефектов практически в этой решетке, плюс это все происходит очень-очень быстро. То есть сейчас почти все микроплаты пытаются делать на графене, потому что он очень крутой. Соответственно, нанотрубка, это свернутый графен, она очень прочная. Вот, примерно, если мы с вами возьмем и сделаем волос из нанотрубки, вот такой вот какой-нибудь длины, он может выдержать до нескольких тысяч тонн. То есть, ну, представлять себе прочных материалов. Опять же, проблема в том, что сейчас супердлинную нанотрубку сделать нельзя, потому что мешает вот эта дикогеренция, то есть мы не можем с вами ограничить его от внешних воздействий. Но у нанотрубки огромные потенциалы, ну, соответственно, у графена тоже, то есть это вещи, которые просто в будущем, лет через 5-10, произведут дикий фурор во всех областях науки. Здесь вы видите объем рынка, средненький, на 2020 год в использовании нанотехнологий и квантовых технологий. Ну, 134 миллиарда долларов выделяется на солнечную энергетику, то есть на то, чтобы мы взяли и просто сделали пластиночки, которые будут повышать КПД процесс получения от солнца тепла на 20-30%. Это очень круто, потому что тогда это будет примерно 60%. 46 миллиардов долларов на наноалмазы и углеродные трубки, как раз чтобы наши с вами компы стали быстрее. Нанотехнологии в медицине это 843 миллиарда долларов, но видите, что цифра К, она в принципе, не маленькая. Народ пытается делать очень клевые лекарства, ну, во-первых, лекарства, во-вторых, сейчас самая классная задача нанотехнологии в медицине состоит в том, чтобы доставлять нановещества к местам болезни, то есть, допустим, взять и точечно победить рак. То есть мы направляем с вами клетки, они распознают раковые клетки, обволакивают их и лечат. Вот. Соответственно, мы очень ждем создания этих нанороботов, и причем она уже в процессе, то есть это не то, что там вот лет через 50, может быть, получится. Нет, мы уже на грани супероткрытий. Вот. Короче, нанотехнологии в медицине тоже очень круто. Если вы там придумываете на будущее себе профессию, смотрите сумму, вот, можете примерно понять, сколько из этого всего может перейти вам на гранты и тому подобное. И композиционные наноматериалы, что это такое? Ну, композиты – это материалы, придуманные из кучи других материалов, созданные руками человека. Это могут быть всякие авиационные материалы и тому подобное. Вот, например, всякие плащи-невидимки и все такое можно сделать с помощью вот этого всего. Кстати, плащи-невидимки уже сделали, между прочим. Он реально практически, ну, люди в нем практически невидимые, но там немножечко так, они как призраки, ну, короче, как призраков видно, но почти не видно. Можно создать очень крутые материалы, можно создать невидимые, можно создать светящиеся, можно создать материалы, которые будут не пропускать воду, можно создать материалы, которые будут пропускать электричество. Представьте, у вас есть обычная трубка, вы напылили на нее нанослой, и она стала сверхпроводником. Ну, то есть это очень круто. Ну, мне так кажется Надеюсь, вам потом тоже покажется Короче, очень большой рынок И он развивается, и каждый год эта сумма становится все больше и больше Потому что люди начинают уникать на нанотехнологии Вот Короче, цифры увеличиваются Вот эти цифры увеличиваются Если вы думаете насчет будущих своих профессий Вот, смотрите, куда вам лучше пойти Ну и, в принципе, наверное, все Спасибо за внимание Если у вас есть какие-то вопросы По квантам, по теориям По нанотехнологиям Вот, вы можете подходить и спрашивать Можете сейчас вместо спрашивать Вот, если мне можно писать в ВК Вот, и на почту я, может, даже отвечу Вот Очень-очень жду